Дамы и господа, рекомендую команду Артемия Троицкого. Старая гвардия, которая еще с советской цензурой боролась. Спустя 30 лет эти ребята противостоят беспределу путинского режима, что вот-вот накроет великую и могучую медным тазом стабильности. Партизанский интернет-канал АРУ-ТВ – это честные новости, аналитика, политическая сатира. Информационная борьба с жуликами и ворами, бездельниками и дураками во власти, без компромиссов. Присоединяйтесь к уже более чем 100-тысячной аудитории зрителей, среди которых и я, и подписывайтесь. Ссылка в описании. Член экспертного совета при Государственной Думе, а на самом деле просто помощник депутата Поклонской, некто или никто, пусть будет первый вариант. Так вот, некто Манукян назвал народного артиста России Алексея Серебрякова предателем и предложил лишить актера всех его званий и регалий. Поводом послужило выступление Серебряковых на фестивале «Окно в Европу» в Лондоне, в котором отечественная звезда раскритиковал российские власти, в частности, по вопросам вооруженных конфликтов на территориях бывшего СССР и в Сирии. «Негодяй», — резюмировал Манукян, — «почему, как думаете?» «А потому что критиковать нашу власть можно, только находясь внутри страны, но не на людях». Серьезно? А с какой это радость? И вообще какая разница? Откуда гражданин России критикуют дурацкие, а зачастую даже антинародные решения своих правителей? Из Москвы, из Лондона или из Нью-Йорка? Они от этого менее дурацкими станут, или мы просто не хотим, чтобы другие знали о том, как российские чиновники горят своим же соотечественникам? Простите, но при таком раскладе предателем-то Манукян как раз получается. Человек вместо того, чтобы решить или хотя бы озвучить проблему, предлагает ее тупо затихарить. Как это называется? Второй момент. Слушайте, а кто такой этот Манукян, который, чтобы говорить от имени нас всех, глупости про народного артиста, да еще и предлагать этого народного артиста лишить званий? На минуточку. Серебряков сделал для нашего народа больше, чем любой депутат Госдумы, и уж тем более больше, чем какой-то там Манукян закрыл бы свой рот. Чувачок, лучше, а то развелось нынче пиаров и пиарасов-хайпажоров. Если хотите, начинаем. А в воздухе как раз повеяло очередной идиотской законодательной инициативой. Ветер со стороны Госдумы, видимо, подул. Так вот, на Медне в ряде СМИ появилась информация о том, что наши законотворцы активно обсуждают идею создания нового налога. На этот раз речь идет о снятии гражданами наличных со своих банковских счетов через банкоматы. То есть пришел в банкомат, снял денежку, заплати налог. Газета «Вечерняя Москва» даже отсылку к замглавы ФАС Кашеварову сделала, который якобы брякнул что-то вроде, мол, банки так сегодня с людей комиссию за снятие наличности взимают, незаконно обогащаясь таким образом, введение данного налога помогло бы проблему решить. Хорошо, я осознал, что вы не очень понимаете, о чем речь. Давайте попробую объяснить на пальцах. Сперва разберемся, что же такое налоги и сборы. А это, друзья, добровольное отчисление физических лиц, то есть нас с вами на поддержание деятельности государства в случаях, когда а. физическое лицо получило какую-то выгоду, чаще всего финансовую, б. физическое лицо пользуется чем-то, пусть и находящимся у него в собственности, но тем, за что отвечают еще и государственные структуры, например, землей, дорогами, то есть ездит человек по дорогам, дороги ремонтирует, кто? Государство. Для этого мы платим налог. Пользуется человек земельным участком, который вообще-то является неотъемлемой частью общей территории страны, и территория эта нуждается в том, чтобы за ней ухаживали, за это мы тоже платим налог, заработал человек что-то, будь любезен, заплати налог со своего дохода на социальные нужды для всех, а здесь-то за что платить? Вот смотрите, у меня в руках кошелек, в кошельке несколько карманов для купюр разного достоинства, теперь я беру купюру, свою собственную купюру, и перекладываю ее из одного кармана кошелька в другой. То же самое происходит, когда я подхожу к банкомату, я снимаю свои же деньги со своего счета и просто кладу их в иное место, в другой карман, я их переложил, если так понятнее, я не получил при этом никакой выгоды. Государство в этом процессе вообще никак не поучаствовало за что, налоги на что, просто за то, что у меня есть какие-то деньги, господа, ну, это уже не система налогообложения, тогда получается, этому есть конкретные определения рэкет, вымогательства, что вообще-то во всем мире считается противозаконным, и вдруг бах, заканчивается вторая декада 21 века в России, предлагают, а давайте рэкет узаконим. Авторы данной идеи вообще нормальные люди, нет? Это реальная журналистика, идиотократия, тема сегодняшней программы, поехали! А вот теперь, господа, настало время и про банки. Вспомните выше, начал, не закончил. А мы ведь действительно платим банкам в процессе сотрудничества с ними кучу каких-то комиссий, сборов, поборов. Снял деньги через чужой банкомат, заплати комиссию. За ведение счета, заплати комиссию. За пользование платежными системами, виза, мастер-карты, даже мир, тоже заплати комиссию, и даже за смс-банкинг, будь любезен, заплати. И вопрос, а почему я за все это должен платить? Я и так плачу проценты по кредиту, если мой счет является кредитным. Если мой счет дебетовый, банк пользуется моими деньгами, зарабатывая на этом, и со мной не делится вообще. Зато все свои внутренние расходы этот банк почему-то решил свесить на меня. Слушайте, ну вот представьте себе ситуацию. Вы заходите в кафе и просите официанта принести вам чайник чая, который в меню стоит 200 рублей. Затем вам приносят счет, вот только в чеке сумма ни разу не в 200 рублей указана, там несколько строчек, чай 200 рублей. Аренда чайника, чашки и ложечки еще 150 рублей, а до кучи услуги посудомойки, уборщицы, охраны также включены в счет. Согласитесь, данная ситуация вас, мягко говоря, удивит. Тогда почему вас не удивляет ситуация, когда банк вам выставляет счет за условную аренду чайной чашки? И не только вас, кстати, того же замруководителя ФАС, Федеральной антимонопольной службы Кышеварова, которого поминал чуть выше, она тоже не удивляет. Но ведь это же жульничество. Блин, вот вы знаете, часто слышу в последнее время фразу «Хотите как в 90-е?» Так в 90-е это все намного понятнее было. Если я, например, тогда шел к бандиту-ростовщику и брал у него в кредит, скажем, 100 рублей под 20%, это означало только одно, что по истечению срока договора я отдам 120 рублей, и никто ничего никому не должен. Сегодня я иду в честный банк, беру те же 100 рублей под те же 20%. Как думаете, сколько я отдам? Правильно. Рублей 150 и еще рублей 100 останусь должен, потому что комиссии и прочий узаконенный грабеж супер. Ну и возвращаясь к началу программы, еще немного о гениях в российской власти, о которых, если по Манукяну, нельзя говорить плохо на людях. Кадры, которые вы сейчас увидите, сняты еще в 2016 году в Москве. На видео встреча студентов Тимирязевской академии с первым заместителем министра сельского хозяйства России, господином Хатуовым, видимо, такой бред чиновник нес во время той встречи, что студентка второго курса Александра Миронова в какой-то момент просто не выдержала, и, господа, внимание на экран. Хочу вас спросить, как у человека, который, как вы говорите, специалист в деле, в сельском хозяйстве, чем отличается сахарная свекла от кормовой? Пожалуйста. Пожалуйста, ответите на мой вопрос. Это чисто формально. Если вы считаете меня человеком и будущим специалистом в сельском хозяйстве, пожалуйста, ответите на мой вопрос. Вы уже знаете? Нет, я хочу услышать от вас, как от специалиста по сельскому хозяйству, как от заменить от сельского хозяйства. Сахарная свекла это свекла, из которой вырабатывается определенный продукт, в виде сахара, и шрунки соответствующие. Я хочу спросить у вас, как выглядит она, и чем, в чем, в чем, в чем, в чем? Имеет несколько разновидностей. Имеет несколько разновидностей. Что еще вам сказать? Как выглядит, чем отличается? Визуально. Вам рассказать структуру силоса? Визуально. Мне, пожалуйста, можно ответить, как отличается сахарная свекла? Тем более, чем сахарная. Не, извините, пожалуйста, но, знаете как, по-моему, это периодное неуважение. Вы не можете ответить, что вы отличаете сахарная свекла от горловой. Вы даже не знаете, какого она цвета. Как вы можете быть? Я вам что отвечал, по цветам? Переградите провокацию. Как вам не стыдно? В конце концов. А как вам не стыдно не знать этого? Знаете, мне только остается поаплодировать этой девочке. Одним своим вопросом она смогла продемонстрировать всей стране, насколько слуги народа у нас компетентны. А не насколько. Это нули полные. Они понятия не имеют, чем они занимаются на своих должностях. Но зато, если какой-нибудь Серебряков начинает критиковать такую пустышку, он предатель. А вот эту, которая работала сперва мэром Армавира, затем замом губернатора Краснодарского края по сельхозвопросам, сейчас вот первым замминистра, вот оно точно на благо России трудится, как и министр Патрушев, впрочем, который, к слову, ни дня в агропромышленном секторе не проработал, зато сейчас возглавляет отрасль, славься, страна, все. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете, подписывайтесь, добавляйте с тем и предлагайте, а я за всем спешу откланяться. Пока. Пока.